В прошлом уроке мы с вами научились делать карманы, а также добавлять пуговицы на нашу одежду. В этом уроке мы с вами сделаем боротник и добавим молнию. Для начала мы должны заморозить штаны, чтобы они не проходили симуляцию. Нажимаем А, выделяем их, правая кнопка мыши, Freeze. В окне 3D они подсвечиваются голубым, что значит, что они заморозились. Теперь нам нужно расшить наш паттерн спереди. Для этого выбираем инструмент Sewing, выделяем наш шов и нажимаем Delete. Теперь нам нужно поставить точку. Отмеряем нужную длину. Ну, давайте, например, пускай будет 120 с одной стороны и 120 с другой стороны. Это длина для нашей молнии, потому что я не хочу делать просто кофту на молнии, на футболке она смотрится странно. Сделаем молнию чисто сверху. Затем, перед тем, как проводить симуляцию, нам снова нужно сшить нижнюю часть сегментарным Sewing. Таким образом, мы с вами создали пространство для нашей молнии. Оставим пока это. И давайте займемся нашим воротником. Для того, чтобы создать воротник правильной длины, нам нужно узнать необходимый размер. Для этого нам нужно нажать Shift-Z. И мы видим, что у всех отрезков показалось значение их длин. Итак, мы видим, что спереди у нас 124 сантиметра, а сзади 91,8 сантиметров. Для этого нам нужно просто сложить 124 и 91,8. У меня получилось 215,8. У вас получится свое значение, потому что у вас свои размеры. Может быть, у вас даже другой аватар. А может быть, вы точности делали все под копирку, хотя это довольно-таки сложно. Но суть в том, что нам нужно создать отрезок с длиной сумм переднего воротника и заднего воротника. Но только одной из частей. Если непонятно, сейчас покажу на практике. Нам нужно создать прямоугольный паттерн. Выбираем инструмент паттерна. Нажимаем левой кнопкой мыши на окне 2D. И у нас высвечивается окно. Теперь нам нужно просто ввести полученное значение. Итак, я ввожу 215,8. В общем, высота нас не устраивает. Ввожу сюда 40, потому что воротник не должен быть слишком длинным. Представьте, он будет 500 миллиметров в длину. Это будет очень длинный воротник. Нажимаем ОК и паттерн создается. Нажимаем A. Инструмент передвижения. Так, это одна из частей нашего воротника. Я позиционирую его сзади, потому что мне так удобнее. Теперь нам нужно сделать то же самое, что мы делали со всеми паттернами. До этого его симметрично скопировать. Для этого выделяем Ctrl-S, Ctrl-R. Ставим. Симметрично скопировался паттерн. Выделяем их обоих и нажимаем симметрик паттерн. Все, они подсветились голубым. Это значит, что они стали симметричны. Пока что не сшиваем их, потому что впоследствии нам будет сложно его поставить так, чтобы он красиво лежал на кофте. Понимаете, я сделала очень глубокий вырез и поэтому потом я вам покажу, как исхитриться так, чтобы этот глубокий вырез не мешал воротнику стоять нормально, то есть лежать. С помощью вспомогательных точек Shift-F нажимаем и они появляются. Мы можем поместить наш воротник. Для этого нам нужно выделить его, а потом просто нажать на точку, где мы хотим его спозиционировать. Отключаем, нажимая Shift-F. С помощью этих вспомогательных точек мы обернули наши отрезки. Пока что отрезки, пока что это не воротник. Вокруг шеи аватара. Теперь нам нужно поставить у воротника точки так, чтобы они соответствовали размером наших вырезов. Сейчас объясню, что я имею в виду. Сейчас нам нужно поставить у воротника точки так, чтобы можно было хорошо их сшить, потому что свободным сшиванием у нас не получится. Будет проще, если мы сделаем сегментарные сшивания. Видите ли, вот у нас отрезок 215,8, а внизу 91,8. Чтобы сшить их друг с другом, нужно просто на отрезке 215,8 отмерить отрезок 91,8. Сейчас покажу, как это делается. Вы просто берете, выбираете X и правая кнопка мыши обозначаетесь здесь 91,8. И теперь, так как у нас особая отрезка симметричная, точка появилась и с другой стороны. Поочередно нам нужно пришить наши отрезки, ориентируясь на окно 3D. Для этого приближаем наш ватар, выбираем сегментарный пошив, ближе к середине, ближе к середине. Позади легче всего пришить, потому что там наиболее понятно, так как воротник стоит непосредственно над спинкой. А вот спереди придется подумать, потому что на самом деле вот этот отрезок будет к вот этому отрезку. А этот отрезок к вот этому крест-накрест. Просто ориентируйтесь на окно 3D и смотрите, чтобы нитки были прямыми. Он стоит, в общем, некрасиво. Я бы хотела, чтобы он был немножко вывернут вот так вот в другую сторону. Что нам нужно сделать? Для начала нам нужно нажать Z, выбрать линию и поднять ее немножко, увеличив длину нашего воротника. А теперь нам нужно сделать внутреннюю линию. Для этого выделяем нижнюю линию сшива, нажимаем правую кнопку мыши Offset as Internal Line. Появляется такая красная линия, которая нам будет показывать, на каком расстоянии от нашей нижней линии будет находиться Internal Line. Поэтому нам нужно немножко увеличить расстояние, так как я хочу, чтобы воротник, ну, например, да, 18 см. Теперь нам нужно выбрать эту Internal Line и нажать правую кнопку мыши Cut and Tue. Это значит, что у нас ткань разрежется именно по этой линии и при этом сразу же сошьется. В общем, воротник торчит и мы поправим его немного позже. Теперь давайте займемся молнией. На самом деле ее ставить довольно-таки просто, но нужно разобраться немножко в этом. Выберем инструмент молнии, который находится над окном 3D. Вот он. Учтите, что тот отрезок, который вы выберете первым, именно на нем и будет находиться язычок молнии. Показываю, как ставить молнию. Выбираем точку, от которой мы хотим начинать нашу молнию, и проводим линию вниз до точки, на которой мы хотим ее завершить. Нажимаем левую кнопку еще раз и нажимаем во второй раз, потому что, если мы не нажмем, молния продолжится. Теперь она посветилась черным и мы должны выбрать другую сторону для размещения нашей молнии. Раз, два. Обе стороны посветились черным. Молния появилась, мы видим такие нитки, они будут сшивать нашу одежду. Если нам не нравится то, что наша одежда будет полностью сшита именно на этом уровне, мы с вами можем язычок молнии опустить ниже. Для этого выбираем инструмент Move. Можно нажать Q, можно выбрать на панели инструментов и передвигаем нашу молнию. Настолько, чтобы она была полуоткрыта. Например, так. Давайте симулируем. Неплохо получилось, мне понравилось, но для начала я хочу изменить форму язычка. Для этого справа у вас в Property Editor есть в подразделе Shapes, Slider и Puller. Ну, это формы язычка. Они меняются в выпадающем окне, смотрите. Нажимаем на стрелочку вниз, оранжево-серую. И можем выбрать форму язычка. Например, такую и сам непосредственно язычок. Ну, давайте такой. А вот в процентном соотношении можно изменить размер этого язычка. Ну, у нас сейчас стоит 90, в принципе, не такой уж он и большой. Можно оставить, можно изменить на 80. На свое усмотрение делайте. Я ставлю 90, потому что меня это устраивает. Теперь можно нажать симуляцию. И наш язычок появился на одежде. Можно даже опять его изменить. Сделать чуть побольше. Да, так получше. Вот так вот просто ставится молния на одежду. В этом нет ничего такого. Просто нужно запомнить, чтобы закончить линию, нужно нажать два раза. В принципе, в Марвеллесе это используется много где. В общем, если вам не понравилось, как у вас открылась молния, вы можете точно так же, как я, нажать Ctrl-Z. И подвигать язычок вверх-вниз так, чтобы все вам понравилось. При симуляции вы можете полностью открыть его, вы можете его полностью закрыть, в зависимости от ваших целей. Немного отредактируем наш воротник и придадим ему форму получше. Давайте его немножко откроем. Он не открывается, видите. Не забываем, что вот сзади у нас пока что не зашито. Нам так будет легче его вот так открыть. Сейчас. Только если вы не хотите, чтобы он стоял, конечно. Вот, воротник открыт. Но это не значит, что потом, когда мы будем его сшивать, он не встанет на место опять. Ну, на место, которое он себе выбрал сам. Не то место, которое нам нужно. Которое он считает нужным. Можно отредактировать воротник любыми способами. Но самое простое, это нажать Z и потянуть нашу точку вверх. Например, так. Воротник становится длиннее, видите. Можно ее также потянуть немножко вперед. Для того, чтобы придать ему более необычную форму, скажем так. Потом можно будет отредактировать эту форму, когда мы разберемся с тем, как воротник должен стоять. Как нам сделать так, чтобы воротник стоял? Очень интересная мысль. Нам нужно использовать инструмент TEC или булавку по-русски. Для того, чтобы поправить воротник, чтобы он стоял более красиво. А не так, как он стоит сейчас. Если мы соединим заднюю часть с нужным нам местом, не поправив его должным образом, то воротник скомкается. Поэтому сначала вам нужно его вот так вот выгнуть. Если у вас не получается, сперва булавкой соедините боковые линии. Сейчас покажу, как это делается. Выбираем инструмент TEC. Не EDITEC, а TEC. Именно. Булавку непосредственно. Выбираем нашу точку. Мы можем также и в окне 2D редактировать. Ну, например, да, вот тут. Вторую часть мы тоже можем поставить. Нам Marvelous подсказывает симметричный способ. Давайте симулируем, посмотрим, что получилось. Получилось слишком далеко. Хотя, может быть, и нет. Самое время сшить наши отрезки. Да, вот так. Давайте симулируем. Да, получилось слишком далеко и не очень красиво. Получилось, как будто бы, такой острый угол. Поэтому мы с вами возьмем EDITEC и передвинем нашу точку. Нашу булавку немножечко повыше. Попробуем симулировать. Но, встал он не очень, на самом деле. Давайте и боковушки тоже пришпилим. Что такое? Почему так красиво получается? Воду нужно еще их передвинуть сильнее. Немножко отредактируем это все, чтобы оно смотрелось нормально. Можно, знаете, еще сделать немножко другой вид у воротничка. Выделяйте крайнюю точку у воротника. Нажимаете правую кнопку мыши и нажимаете Convert to Curve Point. И получается невообразимое безумие. Хорошо. Давайте так. Convert to Curve Point. Да, более-менее. Получилось нормально. Мы видим, что вот здесь из-за того, что мы нажали Convert to Curve Point, ткань какая-то резаная, рубленая. Чтобы это исправить, просто добавляем много точек на ткань. И видите, становится получше. Эти рубленые края, они исправляются. Давайте разморозим наши шорты. А, еще нам нужно убрать наши значения. Было. Чтобы они нам не мешали. Но они нам не мешали, поэтому я об этом не вспомнила. Но убирайте эти цифры. Они вам не нужны. Shift Z. Можете оставить, если они вам нравятся. Но если слишком много всяких разных деталей, то лучше их убрать. Вот. И открывать их только тогда, когда есть необходимость. Потому что, если такая простая одежда, то это еще ничего. И то, видите, уже, когда мы уменьшаем, их становится слишком много. И это пугает. Потому что есть воротник, есть карман, есть пуговицы и прочее, прочее, прочее. Просто убирайте всю лишнюю информацию, скажем так. Нажимаем A. Выделяем наши шорты. И размораживаем их. Можете нажать Ctrl K, можете с помощью правой кнопки мыши. Они разморозились. Теперь давайте сделаем симуляцию. Немножечко поправим их. И у нас получился вот такой воротник. На будущее. На будущее. Чтобы сделать кофту с воротником, сделайте спинку, точнее воротник у спинки, не таким глубоким. В этом уроке мы с вами узнали, как сделать молнию. Ну, что было самым простым. Как сделать воротник, что было очень странным. И как добавлять булавки. В принципе, булавки вы можете использовать везде, где захотите. Например, как я использовала их для того, чтобы кофта сидела более приемлемо. Я просто присоединила кофту к штанам. И когда я буду делать из этой одежды 3D модель, или не буду, не знаю. Но, в общем, суть в том, если я буду ее портировать куда-то, она сохранит свою исходную форму, которая нужна мне. В следующем уроке я покажу вам, как сделать юбку гофре без особых усилий. Да, именно так. Без особых усилий. Если кто не знает, что такое юбка гофре, погуглите. Мне такие юбки очень раньше нравились. А, еще. Если вам понравился урок, поставьте лайк. Если вам очень сильно понравился урок, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий. Еще вы можете вступить в нашу группу ВКонтакте. Да, у нас есть группа. А, еще там проходят конкурсы. Представляете? Даже конкурсы. Они проходят по основам моделирования. Ну, и прочим крутым штукам. В общем, вступайте в группу, там статьи и всякая классная фигня. Мы отвечаем на ваши вопросы, прямая связь, все такое. Там даже есть диалоги. Вы можете напрямую спросить меня о чем-нибудь. И я вам отвечу. Да. Давайте сложим в столбик. 124, 91 и 8. Так, здесь будет 5. Здесь будет 21.8. Там, там. Просто в ZBrush работала. И у меня уже мозг на ZBrush застроен. Построен, застроен. Да, нас ждет юбка Гафре. Поэтому, не забывайте поставить колокольчик. Я вообще, если честно, не знала, как она называется. Я погуглила. Я гуглила название юбка-лесенка. Оказалось, она называется Гафре.